Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Михаленко Кирилл, я представитель компании Сингента в Краснодарском крае по специализированным культурам. Мы с вами находимся на территории одного из самых крупных и старейших садов Кубани. Это сад Агроном. И с нами сегодня Роман Иванов, агроном по защите растений. Добрый день, Кирилл. Но прежде чем перейти к обсуждению деталей испытаний, я хочу задать вопрос Роману. Роман, расскажите, пожалуйста, историю своего хозяйства. Наше хозяйство основано в 1929 году. Площадь нашего хозяйства три с половиной тысячи гектар. Из них тысяча гектар многолетних насаждений, в том числе 700 гектар плодоносящей яблони, 140 гектар молодой яблоня, 10 гектар груши и 150 гектар косточковых культур и две с половиной тысячи гектар полевых культур. Мы находимся в саду при схеме 5 на 2 по магический сорт Айдорет на 106 подвое. На этом участке мы применили новый фунгицид нового поколения Миравис. В чем наша потребность? На сегодняшний день при вроде широком арсенале системных фунгицидов, естественно, там большая часть это фунгициды, куда входят дефеканозолы. Ну их так часто не применишь. А другие системные фунгициды, ну в частности Миравис, недостаточно актуальны для нас. В первую очередь он нам нужен для ротации системных фунгицидов, потому что их вроде как на первый взгляд их очень много, но за счет того, что много дефеканозолов, мы ищем другие системные фунгициды. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы выбрали вот этот участок для испытания препарата? Ну в условиях нашего хозяйства, по магический сорт Айдорет проявляет себя как очень сильно восприимчивый сорт, ну наряду с другими сортами. Поэтому так как Миравис еще в побочное действие на мощнее сто раз оказывается. Поэтому со всех сторон этот сорт подходит для того, чтобы проверить в самых экстремальных условиях новый продукт. В связи с этим мы выбрали Айдорет. Скажите, Роман, а какую эффективность вы увидели от применения? С Паршой мы справляемся, но с каждым годом это все тяжелее и тяжелее. Мы ждем настоящие хорошие продукты, в частности дождались Миравис, 22-й год. В отношении Парши была сильнейшая эпифитотия. Но несмотря на такие жесткие условия, с помощью Мирависа мы можем получать в отношении Парши и мучнистой росы абсолютно чистые яблоки и здоровые деревья. Какие у вас ожидания на следующий год? Мы убедились, что этот продукт показывает шикарные результаты в отношении Парши и мучнистой росы. С помощью Мирависа мы забываем эту проблему. На 23-й год мы как минимум будем интегрировать этот продукт в нашу систему и я думаю, что будем его ставить в фазу опадения лепестков. Фаза, когда наиболее уязвимая яблони к повреждению Паршой в первую очередь плодов. Спасибо вам Роман большое за такую продуктивную беседу и за уделенное время.